Здравствуйте! Я приветствую зрителей программы «Вести Утро Кабардино-Балкария» в студии Зульфира Геляхова. Современный детский сад на 200 мест строится сейчас в Нордкале. Сметная стоимость проекта – 1,2 млн. рублей. Средства выделены по федеральной целевой программе модернизации дошкольного образования. Сдача объекта намечена на конец года, сообщили в пресс-службе администрации Урванского района. К другим темам. Жители страны все больше беспокоят повышение цен. Такие данные обнародовал Всероссийский центр изучения общественного мнения по результатам опроса, проведенного в марте. Количество россиян, встревоженных ростом инфляции, увеличилось за месяц на 10% и составило 2 трети опрошенных. Трудностями в сфере ЖКХ обеспокоены 60% респондентов. Это почти столько же, сколько и в феврале. Проблему коррупции и бюрократизма самой важной сочли почти половина граждан, участвовавших в опросе. Сегодня в Московском доме кино откроется персональная выставка молодой художницы Тамары Аксировой под названием «Координаты», сообщает Рия Кабардино-Балкария. Уроженка нашей республики живет сейчас в Санкт-Петербурге. «Настоящее искусство всегда на границе, в нем важна незавершенность», считает автор. Поэтому в историях, которые рассказывают картины Тамары Аксировой, нет ни хэппи-эндов, ни драматических финалов. На выставке будет представлена живопись разных лет. Экспозиция продлится до 15 мая. В Дугулубге появилась местная достопримечательность – дом с эксклюзивным фасадом. Автор идеи «Хозяин дома» Мухаммед Кадзоков рассказывает, что вначале хотел выложить камнем лишь фрагмент стены, но когда начал работать, остановиться не смог. Луна, звезды и фамильное Тавро Кадзоковых – все это появилось на фасаде жилища за год. При отделке использован обычный камень, который домовладельц собирал на ближайшей речке. Природный материал разных цветов сверху покрыт прозрачным лаком. По словам Мухаммеда Кадзокова, главное в этом деле – терпение. Сегодня приверженцы иудаизма начали отмечать свой самый древний праздник – Песах. Продлится он 8 дней. Предшествовали ему вечерние богослужения в синагогах и праздничные застолья в семьях. Песах посвящен одному из важнейших событий в библейской истории – исходу евреев из Египта и освобождению народа от 400-летнего рабства. По традиции в эти дни иудеи не употребляют в пищу хлеб и другие продукты, полученные путем брожения. Согласно Тури, сейчас они обязаны есть мацу. Пресные хлебцы из пшеничной муки, которыми порабощенные евреи питались в Египте и во время исхода. Также Песах – праздник весны, символизирующий пробуждение природы и обновление мира. Спортсмены Кабардино-Балкарии выступят в составе сборной России на чемпионате Европы под дзюдо. Соревнования пройдут во французском городе Монпелье с 24 по 27 апреля, сообщает ЭТАРТАС. Цвета национального флага будут защищать чемпион мира 2012 Мурат Хабачиров, обладатель золотых европейских наград Беслан Мудранов и Алим Гаданов. Также в состязаниях примут участие студенты КБГУ, выступающие за соседние регионы. Это олимпийский чемпион Арсен Галстян, призеры чемпионатов Европы Ирина Забудина и Марта Лабазина. А вот у юношеской сборной Нальчика по футболу есть шансы выйти в полуфинал чемпионата России, но только чисто теоретические. Встреча с московским «Динамо» завершилась крупным поражением. Игра прошла в столице Кабардино-Балкарии. Опасные моменты были у ворот обеих команд. Нальчане имели неплохие шансы на успех, но, как говорится, не забиваешь ты, забивают тебе. На 13-й минуте «Динамовцы» открыли счет. Дальше больше. Завершился матч с разгромным счетом 7-0 в пользу гостей. Теперь для выхода в полуфинал чемпионата России сборная Нальчика необходимо забить в ответной игре 8 мячей. При этом не пропустить ни одного гола в свои ворота. Ближайшая встреча соперников состоится 20 апреля. И последнее. По прогнозам астрономов, сегодня ожидается полное лунное затмение. Правда, увидеть редкое явление смогут только жители Северной и Южной Америки. Как ожидается, затмение продлится 78 минут. Предположительно, небесное светило не исчезнет из поля зрения, а приобретет темно-красный цвет. Следующее полное лунное затмение состоится 8 октября этого года. На этом пока все. Увидимся в следующем часе. Здравствуйте. Я приветствую зрителей программы «Вести утро Кабардино-Балкария» в студии Зульфира Геляхова. Современный детский сад на 200 мест строится сейчас в Нордкале. Смертная стоимость проекта – 1,2 млн. рублей. Средства выделены по федеральной целевой программе модернизации дошкольного образования. Сдача объекта намечена на конец года, сообщили в пресс-службе администрации Урванского района. К другим темам. Жители страны все больше беспокоят повышение цен. Такие данные обнародовал Всероссийский центр изучения общественного мнения по результатам опроса, проведенного в марте. Количество россиян, встревоженных ростом инфляции, увеличилось за месяц на 10% и составило 2 трети опрошенных. Трудностями в сфере ЖКХ беспокоены 60% респондентов. Это почти столько же, сколько и в феврале. Проблему коррупции и бюрократизма самой важной сочли почти половина граждан, участвовавших в вопросе. Сегодня в Московском Доме кино откроется персональная выставка молодой художницы Тамары Аксировой под названием «Координаты», сообщает Рия Кабардино-Балкария. Уроженка нашей республики живет сейчас в Санкт-Петербурге. Настоящее искусство всегда на границе, в нем важна незавершенность, считает автор. Поэтому в историях, которые рассказывают картины Тамары Аксировой, нет ни хэппи-эндов, ни драматических финалов. На выставке будет представлена живопись разных лет. Экспозиция продлится до 15 мая. В Дугулубге появилась местная достопримечательность – дом с эксклюзивным фасадом. Автор идеи – хозяин дома. Мухаммед Кадзоков рассказывает, что вначале хотел выложить камнем лишь фрагмент стены, но когда начал работать, остановиться не смог. Луна, звезды и фамильная Тавро Кадзоковых – все это появилось на фасаде жилища за год. При отделке использован обычный камень, который домовладелец собирал на ближайшей речке. Природный материал разных цветов сверху покрыт прозрачным лаком. По словам Мухаммеда Кадзокова, главное в этом деле – терпение. Сегодня приверженцы иудаизма начали отмечать свой самый древний праздник – Песах. Продлится он 8 дней. Предшествовали ему вечерние богослужения в синагогах и праздничные застолья в семьях. Песах посвящен одному из важнейших событий в библейской истории – исходу евреев из Египта и освобождению народа от 400-летнего рабства. По традиции в эти дни иудеи не употребляют в пищу хлеб и другие продукты, полученные путем брожения. Согласно Тори, сейчас они обязаны есть мацу. Пресные хлебцы из пшеничной муки, которыми порабощенные евреи питались в Египте и во время исхода. Также Песах – праздник весны, символизирующий пробуждение природы и обновление мира. Спортсмены Кабардино-Балкарии выступят в составе сборной России на чемпионате Европы под Зюдо. Соревнования пройдут во французском городе Монпелье с 24 по 27 апреля, сообщает ЭТАРТАС. Цвета национального флага будут защищать чемпион мира 2012 Мурат Хабачиров, обладатель золотых европейских наград Беслан Магранов и Алим Гаданов. Также в состязаниях примут участие студенты КБГУ, выступающие за соседние регионы. Это олимпийский чемпион Арсен Галстян, призеры чемпионатов Европы Ирина Забудина и Марта Лабазина. А вот у юношеской сборной Нальчика по футболу есть шансы выйти в полуфинал чемпионата России, но только чисто теоретические. Встреча с московским «Динамо» завершилась крупным поражением. Игра прошла в столице Кабардино-Балкарии. Опасные моменты были у ворот обеих команд. Нальчане имели неплохие шансы на успех, но, как говорится, не забиваешь ты, забивают тебе. На 13-й минуте «Динамовцы» открыли счет. Дальше больше. Завершился матч с разгромным счетом 7-0 в пользу гостей. Теперь для выхода в полуфинал чемпионата России сборная Нальчика необходимо забить в ответной игре 8 мячей. При этом не пропустить ни одного гола в свои ворота. Ближайшая встреча соперников состоится 20 апреля. И последнее. По прогнозам астрономов, сегодня ожидается полное лунное затмение. Правда, увидеть редкое явление смогут только жители Северной и Южной Америки. Как ожидается, затмение продлится 78 минут. Предположительно, небесное светило не исчезнет из поля зрения, а приобретет темно-красный цвет. Следующее полное лунное затмение состоится 8 октября этого года. На этом наш выпуск завершен. Удачного вам дня!